Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезную самоделку, которая пригодится вам для строительства и ремонта. Для ее изготовления понадобятся обрезки досок, а также 5,6-метровых досок, которые в дальнейшем используются по назначению после разборки данного приспособления. У меня есть в наличии пару кубов доски 25 на 100, который пойдет у меня для строительства дома. На изготовление приспособления я потратил час времени. И для начала напиливаем доски нужных размеров. Использую различные остатки. Мне понадобится напилить 4 доски по 104 сантиметра и 2 по 40 сантиметров. Использую для этого дисковую пилу с угольником. Это очень удобно и быстро. 104-сантиметровые отрезки соединяем между собой, как на видео. Далее я эти заготовки скрепляю между собой 40-сантиметровыми крытышами. Получится вот такое некое подобие корыта. Далее берем любые мебельные колесики. Я нашел пару таких от старого дивана. И один вот такой у меня завалялся в одном из контейнеров в мастерской. Один ролик я прикручиваю по центру с одного края, а два других по краям с противоположного края. Далее приступаем к сборке второй части приспособления из целых досок. Для этого скручиваю две доски между собой по принципу, как в первой части приспособления. Нужно получить две заготовки. Специально скрутил их со смещением около метра. И с одной стороны спиливаю торчащие куски. С противоположной ничего не трогаю. Далее заготовки необходимо соединить между собой. Для этого нужны отрезки по 45 сантиметров, которые я беру с этих же досок. А далее соединяю все с торцов. Переворачиваю всю конструкцию и скрепляю перемычками. Далее кладу пятую длинную доску сверху и сразу выравниваю. Она ляжет в середине. Теперь примеряем первую часть, назовем ее тележкой, ко второй части. Назовем это рельсы. Как видим, тележка хорошо катается по рельсам. Осталось только просверлить несколько отверстий, в которые проденем веревку. Для облегчения работы будет использоваться блок, который позволит увеличить грузоподъемность в два раза больше прилагаемого усилия. У меня завалялся вот такой блок. Для моих задач он, конечно, слишком большой, но другого не было. Теперь поднимаем один край приспособления на крышу. И вы уже, думаю, догадались, для чего это нужно. Да, для поднятия грузов. А именно в моем случае для поднятия мягкой черепицы на крышу. Пачка весит почти 25 кг. И поднимать ее по лестнице довольно непросто, с учетом того, что ее необходимо переносить на ребре и не допускать сгибания по плоскости. Использую вот такую многослойную черепицу от компании Технониколь. Называется раньше цвет охра. Сразу затоим, затаскиваю по нескольку пачек и работаю. Один скат уже готов. Черепицу на него затаскивал с помощником. Сейчас помощника нет, и я решил соорудить такой подъемник. Поднимать легко. Пачка кладется в тележку. Размеры тележки на несколько сантиметров больше, чем пачка, чтобы удобно было ее брать. В конце подъема передние колесики фиксируются, соскакивая с направляющих. И можно спокойно брать пачку. И после спускать тележку вниз. В одного с таким приспособлением работать легко. А вдвоем вообще сказка. Один подносит и кладет в тележку, другой поднимает. И почему я сразу до этого не додумался. Также подобный подъемник можно использовать для других грузов. Друзья, вот такое сегодня видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. И если это так, то ставьте лайки и напишите, как вам приспособление. Также не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, и подписывайтесь на канал в Телеграм. Там все события показываю в реальном времени. Сейчас идет стройка, все показываю, рассказываю. Будет много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!